Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами роллы. Я решила заказать именно их, потому что в ближайшее время мукбанков, к сожалению, не будет. Я еду в деревню и там буду, наверное, снимать влоги для своего азербайджанского канала. А мукбанки, наверное, минимум дня 4 точно не будет, поэтому решила сделать роллы. Также у нас здесь чечевичный суп, который я очень люблю. Сейчас мне напишут, фу, роллы, этот суп, я обожаю чем-то запивать роллы. Это может быть обычная лапша быстрого приготовления, может быть чечевичный суп. Получается просто супер. То же самое касается, кстати, шаурмы. Шаурмой тоже этот суп просто идеально. Итак, что у нас сегодня в меню? Это филадельфия, запеченные роллы, роллы с сухариками. Внутри здесь рыбка. И запеченные. Нет, и жареные. Давайте приступим. Быстро мне их доставили. Сегодня просто льет, как из ведра. Прям такая, знаете, пасмурная погода. Вот в такой момент вы берете, делаете вот так. Как зажгал. Просто попробуйте. Кстати, не обязательно чечевичный. Просто тот суп, который вам нравится. В общем, завтра, дай бог, или послезавтра, я еду за мамочкой. И, к сожалению, у меня нет материала, который я подготовила для вас. А очень жаль. Я всегда пытаюсь подготавливать материал, чтобы у меня в запасе все было. Но никогда у меня это не получается. Если я сняла видео, я обязательно его должна выложить. У меня такое не бывает, что я сняла какой-то материал. Ой, как вкусно. А монтирую его через месяц. Или просто оставляю. Мама мне постоянно говорит, что нужна периодичность на канале. То у тебя видео каждый день, потому что у тебя вдохновение, то у тебя нету по 10 дней. Мне все об этом говорят, но я никак не могу войти в колью. Не получается у меня просто это. Давайте макнем сюда. Сейчас не к столу. Ну и еще Твиксик приболел немного. Кстати, те люди, которые мне писали в комментариях, что нельзя просто Твиксик опускать во двор. Там же очень много кошек, которые болеют. Вы были абсолютно правы. Я не знаю, это Лиша или что. У него что-то появилось в этой области. Поэтому, как только я его привезу, я обязательно вместе с ним пойду к врачу. Наверное, к тому же врачу, у которого лечился Твиксик. Потому что она очень хорошая. Еще хотела бы ответить на один вопрос. Точнее, один комментарий прокомментировать. Одна девушка мне написала в комментариях. Говорит, вот Айка сейчас снимает мукбанки. Выйдет замуж. И накрылся ее канал. Вот мне бы хотелось позвать вас всех к нам в гости в Азербайджан. Вот реально, чтобы вы посмотрели на эту атмосферу. Потому что у людей складывается неправильное впечатление. Почему-то азербайджанцы, которые живут в России, больше чтят традиции, нежели те, которые живут здесь. Те, которые живут там, как будто хотят отличаться от русских. Что мы кавказцы, мы мусульмане и все остальное. Элементарно. Я здесь одену что-то открытое. Все, мне начнут писать в комментариях, что вот ты же мусульманка. А на моем азербайджанском язычном канале нет ни одного такого комментария. Даже если ты сядешь, просто бекон начнешь кушать, никто об этом писать не будет. А здесь обязательно напишут, с чем это интересно. Я же говорю, очень вкусно, с креветкой. Я вот кушаю и понимаю, что это не краб. Это что-то очень вкусное. Так что, хотелось бы вас всех позвать в гости к нам. Мой молодой человек не то что не против моего канала. Он очень меня в этом поддерживает. Я вам даже больше скажу. Он считает, что это самая лучшая работа для девушки. Сидеть дома, пилить контент. Самое главное, как он говорит, у тебя нету босса, который тебя отчитывает. Потому что работая на обычной работе, очень много неадекватных клиентов могут попасться. Кто-то может тебя нагрубить. Я буду всегда переживать. А тут я вижу, ты сама себе босс. Кто подписан на мой азербайджанский канал, тот наверняка видел влог, где я знакомилась с его родителями. Так что, если бы он был бы против, он бы не хотел этого всего, поверьте мне, этого влога бы тоже не было. Влога бы тоже не было. Я вам даже больше скажу. У нас в деревне есть сосед. И вот он постоянно подталкивает свою жену. Ну что, давай, ты тоже начнешь вести блог. У тебя очень хорошая речь. Ты можешь снимать просто уборку, не знаю, какие-то мотивационные ролики, кулинарию, да все что угодно. То есть не то, что муж как бы против. Он наоборот подталкивает, покупает ей новый телефон, дает ей идейки, лишь бы она начала. Но в том случае просто она не хочет. Мой парень однажды сказал мне такую вещь. Если когда-то ты захочешь просить YouTube и пойти на обычную работу, узнаешь, что я буду против. Потому что на обычной работе сколько ты будешь зарабатывать? Ну, не учитывая там пойти поработать у брата. Вот. Твою зарплату каждом месяце я тебе буду давать, лишь бы сиди дома. Вообще, у него в голове так заложено, что женщина не обязана работать. Мужчина должен полностью обеспечить женщину. А то, что заработала она, это чисто ее деньги. Если ей просто скучно, она может работать. Но она ни в коем случае не обязана пахать, как мужчина. И мне очень нравятся его эти мысли. Я думаю, что он мыслит в правильном направлении. Вот эти все альфонсы, мужчины, которые просят денег у женщины, требуют от нее что-то. Это все мимо. Братик написал уже несколько дней подряд. Меня будет братик. Дело в том, что мамы дома нет. Я одна живу. Сейчас. Я по утрам никак не могу проснуться. Я ставлю будильник, потом с просонью его выключаю и продолжаю спать. Я вот недавно попросила брата, чтобы каждый день он мне звонил и меня будил. Вы представляете, он рано встает, рано ложится. У него просто такой идеальный график дня. Просто супер. и вот уже который день он у меня будет. Сегодня еле проснулась, потому что на улице прям, знаете, льет, как из ведра. Такая прохладная погода. Ты укутался пледом. Я вообще очень люблю летний дождь. и вот в этот период прям нажаться и лежать и смотреть. Еще бы квартиру с панорамными окнами. Все не жизнь, а сказка. Вот эти, кстати, жареные, они как будто, ой, слишком жареные. Ладно, ничего, макнули сюда. У нас вообще в семье тоже всегда так было. Не помню, чтобы папа хоть раз в жизни вмешивался в гардероб моей мамы. Не одевай это, не одевай то, это коротко или так далее. Никогда в жизни. Даже, вы знаете, было такое. Мама настолько откровенно была одета, что от родственника получила замечание, но при этом, при всем, папа сказал, что это моя жена, пусть одевается так, как ей нравится. То есть папа в этом плане у нас просто золотой. Мама особо никогда и не работала. Ну так, у нее чисто свой бизнес был. Магазинчик, который тоже в свое время помог организовать папа. Так что я видела в своей семье такой пример. И мне очень нравится, так как мыслит мой парень. Очень вкусно. Особенно роллы с чем-то жидким получается вообще вкусно. Я почему-то всегда думаю, когда еду в деревню, что-то там останусь где-то неделю, две недели. Проходит 3-4 дня. Мне просто становится там скучно. Я возвращаюсь обратно. Но я очень люблю именно ту пару, когда там дождик. Последний раз, когда я там была, там каждый день был дождик, такая прохладная погода. Вот сидишь во дворе, в беседке, пьешь чай, на улице дождь. Блин, обожаю эту атмосферу. Так что вот такие пироги. На этом, пожалуй, все. Если вы хотите поддержать мой канал, я буду очень признательна, если вы подпишетесь. Не забывайте ставить лайки. Я буду по возможности часто выкладывать для вас контент. Что будет дальше, непонятно. Говорят, что в России заблокируют YouTube. Но в любом случае, я думаю, что люди, кто захочет смотреть контент, все равно будут переходить и смотреть через VPN. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,